Приветствую вас в министерстве, друзья мои, и добро пожаловать. Мы вернулись в Beholder 2, и, судя по всему, судя по вот той громкой музыке, только-только закончилась вечеринка. Обратно нас уже не пускают. Если мы пытаемся подойти, лучше пойти домой. Ну, понятное дело, что нам там еще делать? Мы уже там повеселились, и давайте-ка, во-первых, нам сказали пойти домой. В принципе, можно было бы пойти домой. Давайте попробуем поговорить с нашей Эммой, спросить, как у нее дела будут. Давайте спросим. Что нового? Нечем хвастаться, Эван. Денег постоянно не хватает, мать постоянно пилит меня из-за детей. Даже не знаю, что мне делать. У тебя есть дети? Да, два мальчика. Какие идеи? Не знаю, может, пристрою детей куда-нибудь. Мать из меня никудышняя. Я еще не оставила мысли найти себе мужа в министерстве, но будущее так туманно. Посовет найти мужа. Думаю, вариант с мужем хороший. Если найдешь богатого мужа, он сможет содержать тебя и твоих детей. Я присматриваюсь к коллегам, но пока не готова делать на этот вариант ставку. Ты женат, а остальные не лучшая партия. Сдать в интерна... В интернат? Детей? Да не... Не-не-не-не-не-не-не-не. Подожди, в какой интернат? Я тебе не буду пока никуда сдавать. Хотя я понимаю, что, наверное, ей придется их сдавать в интернат. Ну, чё поди. А может, мы у Питера сейчас спросим? Питер, ты тут где? Питер, 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 Питер. Ты не хочешь детей забрать себе? Тьме дети не нужны. О взрыве? Давайте спросим. Питер, ты слышал про взрыв? Говорят, там люди погибли. Это кошмар. А ты не знаешь, кто... Это самое... Пронес бомбу. Кто? Николас Пейдж, наш курьер, я в шоке. С чего это ему взрывать людей? Вот и я-то том же, это наверняка попоотстроили негодяи из-за нового завтра, свалили все на Николаса. Да уж, но со мной этот фокус не-не-не пройдет, я уже записался на попрофилактический тест на д-д-детекторе лжи. Не хочешь попойти со мной? Нет, Питер, как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Ну, с тобой, видимо, говорить вообще не о чем, обо всем. Ну да, с ним разговаривать точно не о чем. Ладно, давай, чего тебе? Мы не можем пока что забрать записи, давайте посмотрим вообще. Нет, это мы с вами переходим не туда. Давайте вообще посмотрим, что у нас есть. У нас есть бутылка виски. На повышение. Ну мы с вами пока что нам на повышение делать нечего здесь. Точнее, как делать-то есть, что? Конкурентная среда. Ну хорошо, давайте среда, четверг, пятница. Если нам говорят пойти домой, давайте пойдем с вами домой. Давайте перейдем сюда. Карта. Мы же вроде ничего не воровали сегодня. Я, конечно, понимаю, что желательно... Слушайте, а может пойти поработать? Тысячу триста, как-то маловато. Ладно. Предлагаю немножечко поработать, то как-то мы с вами точно только вышли и сразу все, и до свидоса всем. Пойдем поработаем, а потом мы с вами пойдем домой. Пойдем домой и, наверное, нам нужно будет, ну, типа, скорее всего, как мне кажется, тусовка будет у нас длинная, мы придем на следующий день, никого там, наверное, не будет, все будут готовы и мы, наверное, со всем справимся. Так, забираем. Ну-ка, а что нам пришло? О пенсиях. Министерство социальной заботы уведомляет, что согласно распоряжению номер 9003, всем пенсионерам необходим ежегодно срок до 31 декабря предоставлять в министерство справку о нахождении в живых. Чудесно. Ну хорошо, поехали. Так, хочу сообщить о том, что группа неизвестных из пяти человек, вооружившихся подручным инструментом, на прошлых выходных отремонтировала детский сад вожденок. Так это же хорошо. Они лишили работы целых трест. Мы семь лет готовили его к ремонту. У нас 300 человек в штате. Что им теперь делать? Я требую разобраться. Так, ну это, в принципе, жалоба, скорее всего. Давайте вспоминать, указана несправедливость. Вот жалоба. И я так понимаю, что это, скорее всего, не нарушение порядка. Наверное, это Министерство труда. Защищать условия труда. Давайте попробуем так. Ну, получится, не получится, такое дело. 606, например, работает. Чего у нас вообще сегодня четверг? Нет, 606 не работает, 871. Работает. Ну, давайте проверим. Да, все правильно. Защита труда у нас сработала. Хорошо. Кто следующий? Здравствуйте. Я работаю на химическом заводе. Нам за вредность молоко полагается. За вредность? Так вот, наш бригадир, Томаш, на зыгарь, самовольно снизил нам норму. А излишки продает на рынке. А у меня ребенок, ему молоко нужно. Я требую, чтобы на зыгаре наказали и вернули нам нашу норму молока. Ребят, за вредность? Серьез ли? Нам за вредность? Ребята, это как это за вредность? А, вредность, в смысле, наверное, то, что понятно. Все ясно. Значит, это у нас донос, по-моему, получается. Давайте проверим. Несправедливый факт нарушения с указанием имени Ифами. Донос. Ну, он, получается, ворует, в принципе. Бригадир самовольно снизил норму и излишки продает. Я так понимаю, что это, наверное, порядок. Шпионаж, угрозы, убивать, воровать. Я думаю, что это порядок, в принципе. Хотя, подождите, может быть, это связано с трудом, повышение эффективности, защита условий труда. А может, это защита условий труда. Ну, давайте возьмем порядок. Ну, сомневаюсь я в правильности. Давай посмотрим. Пять-два-пять. Четверг работает. Угу, я ж так и думала, что труда. Эх, блин, не угадали. Ладно. Хорошо, почапали дальше. Здравствуйте, я преподаватель физики в Университете горного дела. Вчера я делал кое-какие расчеты на доске и не стал их стирать. А сегодня обнаружил, что доска девственно чистая. Я требую найти того, кто сделал, и строго покарать. Ну, это жалоба, получается. Так, расчеты на доске и не стал их стирать. Культура и спорт, наверное, связаны с наукой. Тебе, скорее всего, нужно в 647. 432 есть? Да, есть. Все правильно. Молодчага. Так, нам бы еще сейчас, если бы награду дали, то это вообще был бы великолепный момент. Здравствуйте, я недавно получил повышение по службе 4 класса, и теперь мне полагается увеличенная норма продуктов и промтоваров. Я бы хотела узнать, какие документы нужно предоставить для ее получения. Запрос. Значит, теперь повышение норма продуктов. Мне кажется, это, наверное, все-таки повышение доски получил. Это не в труда, это социальная забота, наверное. Давайте посмотрим. Распределение социальных ресурсов. Ну, наверное. Карта на питание, да-да-да, социальная забота. Мы тебя отправим, например, в 717. Все правильно. Все, друзья мои, мы с вами еще тут пимпочку получили. Ну, не пимпочку, в смысле, еще немножко у нас тут баллов подкинулось. Как пустыня без дождя, так и люди без вождя. Чего? Кто вождя любит, не будет. Эээ, кто вождя любит, не будет. Скоро белый цвет забудет. Вы могли бы остановиться и объяснить, в чем дело? Ты не думай про себя, думай лучше про вождя. Я сейчас позову охрану. Не надо охраны. Мне просто сказали принести новые лозунги для митинга. Вот решила на вас начать опробовать. Как вам? Впечатляет, правда? Вот полный список из 12 на 12 листах, согласованный и утвержденный. Так, новые лозунги. Но это информация. Патриотизм. Мы тебя отправим в 636-й, 915-й. Да, можем тебя в 915-й. Чапай давай. Отчаливайте, мадмуазелька. Будет она мне тут практиковаться. Все, друзья мои, я думаю, что будем выходить. Мы с вами честно поработали. И теперь мы можем с вами честно отправляться домой. Я знаю, что 2 часа поработать. Знаете, в любом другом месте нам бы, наверное, уже сказали. Вы, ты чё, типа, 2 часа поработала и всё. И сваливаешь. Только бы нас... Фух, не тормознули. А то, я думаю, сейчас тормознут. Так, ну пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Туда-сюда бежим. Знаете, наверное, тут выглядим такой вот важной шишкой. Учитывая, что мы очень такой вот товарищ важный. Мы же работаем в министерстве. Так, тут у нас, помню, девочка ходила. Девочки уже нет, заметьте. Ту-ру-ту-ту. Можно посмотреть. Тут общаться не с кем, да? Тут мужчинка мне вызывает какие-то странные вопросы. Может, там вот та дамочка была мамой этой девочки? У нас, между прочим, сейчас очень много времени. Давайте, во-первых, посмотрим, что мы можем оплатить. Может, что-то важное есть? Три-три-три. Ну, можем вот это оплатить. Давайте оплатим. Остальное пусть полежит. Так, телевизор мы можем посмотреть. А что у нас? Тут очки. Чё там такое? Кто-то к нам пришёл. Блин, ребята, кто это такой? Я уже не помню. Я уже путаться начинаю. Ну, давай. Ты кто такое? Добрый день, вы Эван? Да, в чём дело? Я зовут Гарри Вайси. Я ваш сосед с ней. Я хотел сказать спасибо за то, что вы не выдали меня и мою мисси управляющему зданию. Мисси? О чём вы? Мисси – это моя кошка. Так она всё же существует? Да, понимаете, у меня больше никого не осталось, кроме неё. Моя жена долго болела, и однажды я возвращался из больницы и наткнулся на котёнка на улице. Чёрт знает, почему я его взял. Жена мне потом отругала, сказала, что меня выселят из квартиры. А на следующее утро я узнал, что она умерла. И этот котёнок – последний, о чём я успела ей рассказать. Я назвал котёнка в её честь. Мне очень жаль это слышать Гарри. Мисси очень умная. Она сама прячется от управляющего, когда он приходит с проверкой. Не мяукает, не шумит, только мурлыкает. Она – моя единственная радость, понимаете? Понимаю. Но что вы от меня хотите? О, я ничего не хочу, просто в наше время редко встретишь хорошего человека. Я посчитал необходимым отблагодарить вас. Вот, возьмите. Что это? Это тёплые носки из шерсти Мисси. Помогают при ревматизме и болях в ногах. Я вижу на досуге, знаете ли. Хотя нет, носки мне и самому пригодятся. А вам я дам денег. Слушайте, ну как-то неловко получается. Ну давайте возьмём как-то всё-таки... Спасибо, Гарри, но право не стоило. О, нам денежек дали. Берите, это от честного сердца. Ещё раз спасибо, всего доброго. Ну, деньги лишними не будут. Я ещё и счета смогу оплатить. Сколько он там нам подкинул? 400 где-то, да? Я не обратила внимания. Так, звонить нам никого не нужно. Слушайте, а куда мы можем сходить? Вообще-то мы с вами давно не ходили. Пойти на площадь, остаться дома. Что нам на площади делать? Давай пока дома останемся. Можно посмотреть, что там по серии. Хотя я бы, наверное, пошла. А тут нам делать нечего. 8 часов спать мы не будем. Что мы можем посмотреть? Что есть интересного? Так-с. Час-час. Ну смотрите, как раз в идеале мы можем посмотреть по часу серии. Так-с. Вот. И 5 часов пойти на площадь. Не знаю, что там делать. Может, что-то интересное там будет. По крайней мере, мы можем друзьями стать с другими ребятами. Ну пошли посмотрим. Че там на площади? Как раз ровненько придем домой. Мы погуляем. Подышим свежим воздухом. На центральной площади бушует людское море. Где-то вдалеке надрывается на сцене оратор. Его речь, многократно усиленная громкоговорителями, разносится над головами. Нет и не может быть пощадой кровавым наемникам. Борейцев, подлейшим убийцам, шпионам, диверсантам и вредителям. Тысячи глоток подхватывают этот призыв. Скандируя слова вождю, промолчать наблюдают и продолжить прогулку. Ну мы можем продолжить прогулку. Выйдя из площади, вы благополучно набираетесь до дома. Ага. Как интересно. Как интересно, ребят. То есть мы могли там пойти поорать. Ну все, ложимся спать тогда. Оплачивать я пока ничего не хочу. Так, ложитесь, ложитесь, отдыхайте. 17 мая, между прочим. Что-то погода у нас тут вообще не меняется, ребят. Я вам хочу сказать, погода какая-то вот фигня фигней, как говорится. Так, эти все стоят разговаривают. Девочки, я не вижу, я так осматриваюсь. Может где-то девочка у нас тут будет. Слушай, а ты не можешь тпш... Ага, пока не зайдешь, не можешь тпшнуться. Значит, слушайте, а может реально посоветовать в интернат ей сдать тогда детей? Я просто думала про нашу эту подружку. Ну как-то... Хотя я сначала вообще-то... Подождите, я хочу с пленкой разобраться. Что там делать с пленкой? Я не знаю, как вы думаете, наш этот... Чувак есть здесь? Молодой человек, кстати, очередь. Эх ты, вредная тетка. Все время тут стоишь. Ну ладно, некоторое время спустя. С Мактой я пока говорить не хочу. Ну давайте зайдем. Че, никого нет? Или он... Ага, он тут сидит. Слушайте, ребята, а как же нам камеру забрать? Нам, наверное, придется постоять, подождать. По-моему, мы ждали тогда по времени, чтобы к нему пройти... С той самой. Так, ну давай проверим. Я не уверена, ребят. Некоторое время спустя. По-моему, он должен свалить отсюда. Вот не помню. Вот не помню, друзья мои. Да, его здесь нет. А где мы камеру поставили? Значит, камера. Забираем, да? Мы забрали. Что у нас там по камерам? Связаться с Каннингеном. Каннингемом нашим. Хорошо. Конкурентная среда. Давайте поговорим... Слушай, с Магдой есть смысл поговорить? Раз мы тут уже стоим, давай поговорим. Чё тебе надо? Спросите про помощь детскому дому. Магда, вы помогаете дому негодных? Вы много балдете. Вы на это очень плохое для вас сделаны. Давайте расспросим. А что это за дом негодных? Их понастроили в рамках программы «Чищение наций», чтобы собрать туда всех детей с отклонениями в здоровье и покончить с этим раз и навсегда. Нет человека, нет проблемы. Всех больных инвалидов коллег собирают в одном месте и делают всё, чтобы они быстрее умерли. Там нет лекарств, ухода, даже дров не для отопления. Предложить помощь? Давайте подробнее. Но почему вы помогаете? Я не буду отвечать на вопросы человека, который без спроса лезет в чужие дела. Ну, давайте предложим помощь. Мне жаль этих детей. Если я могу чем-то помочь? Во-первых, никогда больше не суйте нос в мои дела. Во-вторых, мне нужна еда. Еда? Дети голодают. Я заглянула к ним на кухню. Продуктов осталось от силы на пару дней. И то мерзлая картошка. У меня где-то пустой талон на продукты с надписями «Министерство социальной заботы», но я никак не могу его найти в кучу бумаг. Если я смогу передать его в дом негодных, то дети смогут полноценно питаться несколько месяцев. Может быть, я смогу вам помочь с поисками? Он точно здесь? Абсолютно. Что-то мне подсказывает, ребята, что он может быть в этой картотеке. Помните, тут есть момент обыскать его 8 часов, но у нас нет 8 часов. Поэтому я предлагаю пойти поговорить. О, с кем нам поговорить-то? Может, Марка нам что-то скажет? Че тебе? Про шутки? Давай. Я придумала отличную шутку. Все знают, что Дон без ума от Эмбы. Этим нужно воспользоваться, приятель. Короче, надо подговорить Хазер позвать Донга в туалет, типа шпихиндорица. А там стянусь с него штаны и так и оставить. Вот смех-то будет. А шпиндихо... Шпиндихорица? Не, пока не хочу. По-моему, это уже перебор. Я пас. А ларабел, чайник, разочаровываешь меня. О взрыве давайте поговорим. Слышал про взрыв в новом крыле? Ужас, правда? Ужас был, когда мне в одном борделе однажды привели одноногую трехгрудую проститутку у трансвестита без передних зубов. А взрыв так, ерунда. Но там люди погибли. Ну и че? Они каждый день погибают. А вот Пейдж, красавчик. Говорят, он бомбу целый месяц прямо тут в министерстве собирал. Говорил, что это будет портативный измельчитель. Ты ведь не соврал, сволочь. Измельчил и себя, и все крыло. Красавчик как есть. Ты какой-то странный. Ладно, ребятки, хорошо. Работать я сегодня не особо хочу. Нам надо позвонить Каннингему, поэтому мне как-то вот прям Каннингему и нужно. Давайте постучим, поговорим еще с Питером. Питер! Питер, открывай. Тук-тук-тук. Обсудить сериал. Так, слушай, ничего себе в приключениях патриотов финал сезона. Я оторваться не мог. О, да. Когда Алекса... Наваль стал лупить ломом между ног... Эм... А, Алекса, наверное. Алекса. Алекса стали лупить ломом между ног. Я чуть не разрытался. А когда их всех из выгребную яму засунули... Супер! Я думаю, что в следующем сезоне еще круче будет. Ты будешь смотреть? Спрашиваешь. Я уже в календаре пометил, когда они начинают. Эван, я чертовски рад, что нашел человека... Ага, мы подружились. ...который смотрит те же сериалы, что и я. Так здорово обсудить с другом то, что нравится обоим. Согласен. Чего тебе? О, о месте Леграну. Ух ты. Слушай, Питер, а ты никогда не думал оплатить Леграну за его розыгрыши той же монетой? Этот сукин сын мастер на тайные гадости. А мне мама учила сражаться честно. А честно побеждать на тебя научила? Эм... Как-то нет. Значит, ты можешь победить Леграна его же оружием. Эм... Это как? Надо подумать. Эм... Ничего нового мне приходит. Вот и я не знаю. Так, спросим, как у тебя дела? Как дела, Питер? Все плохо. Дело в моей маме. Проблемы со здоровьем? Если бы. Мамуля всех нас переживет. Если сможет выплатить долг. Какой долг? Ну, ей кто-то посоветовал вложить деньги в фирму Рогай Коп... О, Рогай Копыт! Да, ребята, это, по-моему, ж мы были. Ну, знаешь, холодец патриотический, холодец министерский. Редкостная отрава. Они обещали ей бешеные проценты. Мама выложила все свои сбережения и заняла у родственников, соседей. Кредит даже взяла. Нет, это мы не е. Там какой-то мужик был. Что случилось? Они разорились. Вкладчики разгромили их офис, но владельцы испарились вместе с деньгами. Ну, о какой сумме идет речь? 20 тысяч! Сколько? Ох, ничего себе! Да, кредиторы грозятся переломать мамуле ноги, а я этого не переживу. Давайте попробуем помочь. Я попробую что-нибудь придумать. Мама, это святое. Спасибо, Эван. Век не забуду. Так, 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 все, до свидания. Не, ребята, вы что, какие деньги? Я иду домой. Я не хочу больше работать в этом министерстве. Так, я сейчас хочу поговорить с Каннингемом. Поэтому чап-чап-чап, побежали. Мы ничего сегодня не воруем, мы сегодня не работаем. У нас сегодня такая, знаете, болтливая работа в министерстве. Сегодняшний день у нас такой прошел. Блин, 20 тысяч скопить? Да не, ребят, ну вы что? Я помню, мы еле-еле деньги на нашу дочь скопили. Ну, в первом бихолдере. А вы хотите, чтобы я тут скопила 20 тысяч? Угу, смешная шутка. Нам нужно сейчас с камерой разобраться. Нам нужно разобраться, где деньги взять. И нам нужно... О, это кто? Прохожие. Здравствуйте, вы знаете, что богатство не снаружи, а внутри вас? Это какая-то очередная секта? Что вы? Я представитель международной компании, представляющей прекрасный заработок при минимальной занятости. О чем речь идет? Все просто. Вы лежите на кровати, а ваша почка работает вместо вас. Почка? Да, почка. Сетчатка, глаз, другие органы. Вы знаете, большинство людей живет вообще без мозгов. И это им ни капли не мешает. То есть вы покупаете органы? Да, если вы приведете друга, то получите 20% стоимости его органов. Эээ... Это законно? Конечно. Конечно что? Конечно нет. Ты безопасна? Абсолютно. Но справок и гарантий не даем. Это выгодно. В каждом человеке можно найти что-то ценное. Вы знаете, мне дорога моя комплектность. Ну, как хотите. Возьмите, на всякий случай, визитку. Ё-моё, ребят. То есть нам тут уже торговец органов подошел. Хорошо, прекрасно. Что дальше будет? Так, что-то нам оплачивать надо? Утрачен навык. Ага, нам нужно будет в любом случае посмотреть. У нас, кстати, есть время. Что нам нужно оплатить? Три дня? Блин. А, ну по соточке можно. Давайте даже вот это оплатим. Спор на проведение концерта. Я хоть на этом концерте-то побываю или нет? Что у нас здесь? Давайте посмотрим, куда мы можем сходить на сей раз. Я не хочу, конечно, идти. Я лучше сериалы посмотрю. Остаться дома. Да. Так, ребят, звонить. Нам нужно срочно позвонить Каннингему. Каннингем. Набрать трубку? Так. Алло? Про Питера. Здравствуйте, Эван. Как все прошло? У Фергюсона была вечеринка? Назвать это вечеринкой. Это равно, что сказать у человека с оторванной головой небольшая мигрень. Все настолько ужасно? Джеймс, почему при слове ужасно из ваших уст мне видится, что вы радостно потираете руки? Ну да, вы правы. Это было самое разнузданное мероприятие, которое я видел. Надеюсь, все заснято на камеру. Давайте скажем, что да, есть запись. Запись у меня. Молодец. Значит, утром я арестую этого упыря. Встречу тебя у метро. Пойдешь со мной. Думаю, ты заслужил присутствовать при этом. Отличная работа, Эван. Ребят, нам десять пять тысяч? Пять тысяч нам выплатили. Ух ты. Давайте телек пойдем посмотрим. На радостях. Или четыре. Нет, пять дали. Ладно, будем смотреть. Мы же должны со всеми дружить. Пять. Ну, в принципе, нет. Нам больше нечего, поэтому почапали. Какие-то комарики летают. Хотя для моей месяца рановато. Слушай, а у тебя тут ничего почитать нельзя? По-моему, мы не все вычитали. А ну-ка, покажи мне. Блин, мы сейчас начальника арестуем. Да, мы все прочитали. Да, мы с вами молодцы. Ну, хорошо, пошли. Так-с. Блин, нам еще где-то надо пять тысяч, ребят. Ну, это я так округли... О, привет, Эван. Ну что, готов? Готов, Джеймс. Отлично, пойдем арестуем этого ублюдка. Ребят, я не хочу присутствовать. А можно мне не присутствовать в ней? Кто вы такие? Че вам надо? Пошли вон немедленно. Пит Фергюсон, вы арестованы за растрату... Мамочки, я там стою, мама! ...государственного имущества о особо крупных размерах. Что? Да вы знаете, с кем разговариваете? Я министр распределения ресурсов. И у нас есть отличные записи того, как вы распределяете ресурсы на алкоголь, доступных женщин и прочие радости жизни. Это было во внебрачное... А, в нерабочие, тьфу ты. В нерабочее время, это были мои личные деньги. Это моя личная жизнь, вы не имеете права. Именно, Фергюсон, и право, и доказательство. Вы запустили руку в государственный карман. Вы опоручили кодекс чести чиновника, не говоря уже про то, что вы нарушили заветы мудрого вождя. Поэтому вы понесете справедливое наказание. Да и кто вы такой, чтобы мне указывать? Одно мое слово, и вас тут всех перестреляют. Да я вас... Хватит. Уведите его. Нет, вы не посмеете, уберите руки! Пятно, что вы натворили. Он на нас еще, по-моему, посмотрел. Ой, как все плохо. Спасибо за помощь, Эван. Конечно, это Джук Фергюсон. Одно было у нас на крючке, но мы никак не могли поймать его с поличным. Скользкий тип. Был. Был? Неужели его? Я не знаю, Эван. Это уже не моя забота. И что мне теперь делать? Запрашивай повышение. Когда получишь согласование, позвони мне. Попробую устроить тебя повыше. Начальником? Нет, Эван. Начальником в министерстве просто так не становится. Я имею в виду этажи. Чем выше этаж, тем важнее должность и больше риск. Я уже понял, что здесь выживает хитрейшая. Верно подметил. Позвони мне, не забудь. Договорились. Ну, мне еще где-то пятнашку надо взять. О, ребят. А это что у нас за значочек-то такой? Мне не нравится. У нас что это? Информация о подпольной клинике. На повышение. Джеймс сказал, что получить повышение могу больше узнать в своем отце. А получить повышение. Но нам нужно пятнашка. Стол. Ну, мы не обыскивать не можем ничего. У нас ничего такого нет. Ладно. Мы можем сейчас заняться, конечно... Сейф мы не можем открыть. Блин. А картотекой мы, кстати, не можем заняться. О, Пит. Женат. Арестован. Не стоит надеяться на оправдательный приговор. Блин. Ну, ребят, я... Да все, хватит тебе уже. Давайте тогда сейчас поможем дамочке. О, ни людей, никого. Давай поговорим с тобой хоть немножко. Че еще? Нет. Не о чем с тобой разговаривать. Давай мы сюда заглянем. Такс. Я хочу с Питом поговорить. А иностранные деньги я брать не буду. Талон на продукты. Вот. Я так и думала. Блин, кучу денег мы потратили. Магда? Можно с вами поговорить? Не денег, а времени кучу потратили. Но мы даже поработать уже не сможем. Магда? Кто молодец? Я молодец. Я нашел талон. Отлично. Теперь никто не умрет с голоду. Но есть более серьезная проблема. Многие дети, больные диабетом, им нужен инсулин. А в доме негодных всем на это наплевать. Я подкупила персонал, они тайно делали инъекции. Но теперь у меня проблемы с самим лекарством. Что случилось? Программа очищения нации считается выполненной, поэтому инсулин больше не производят. Из-за границы его привезти нереально. Лекарства ищут сильнее, чем взрывчатку. И что теперь делать? Подпольные лаборатории, с которыми я работала, в последнее время сильно прижали. Я узнала, что в одной из них лекарства осталось, но я не могу пойти сама. За мной могут следить. Что требуется от меня? Встретиться с нужным человеком и договориться о поставках. Все остальное я возьму на себя. Справитесь? Ну, давайте. Где и когда можно пройдет встреча? Знаете старый речной порт на окраине города? Лаборатория где-то там. Это очень расплывчатое описание места встречи. К сожалению, это вся информация. Мой человек сказал, что если нам нужен инсулин, то мы найдем его. А нам очень нужен инсулин, Эван. Ох, до свидания. Ну, ребят, начинается. Ладно, пойдем к Питеру. Может, как-то... Вы кто такие? Что с вами делать? Ничего нельзя с вами делать. Может, с Питером как-то поговорить? Может, еще с кем-то поговорить? С этой самой... Э, а ну-ка, давай-ка с Эммой поговорим. Так, Эмма, привет. Спросить, как у нее дела. Похвастаться денег не хватает, но это мы знаем. Понайти мужа, детей в интернат. Да не, ребят, мне кажется, как-то... Хотя, нет. Я думаю, что в интернат мы и предложим, но... Я думаю, что... Тогда, когда мы выполним все остальное, у нас остался час времени. И что-то мне подсказывает, что... Мы с вами можем все это не успеть сделать за сегодняшний день. Так, чувак. А с тобой есть о чем поговорить? О деньгах для мамы? А что у нас обновилось? Дать деньги? Предложить продать почку? Ууу, есть идея, как помочь мамуле? Ну, если нам дали бумажку... Как вы думаете, мы сделаем хуже или нет? Давайте проверим. Есть отличный вариант. Я знаю одних ребят, врачей. У них клиника в трущобах. В общем, если хочешь, можешь продать им одну почку. Продать почку? А это безопасно? Абсолютно. Ребят профессионалы, вырежу. Ух, чувак. По-моему, ты говоришь... Не знаю... Ты не знаешь, в чем говоришь. Даже не заметишь. И никаких справок, анализов и прочей волокиты. Деньги на руки сразу после операции. А почему в трущобах? Там же грязь. Питер, тебе деньги нужны или стерильность? Да-да, конечно. Говори адрес, я согласен. Держи визитку. Так, о взрыве, обо всем месте... Ну, мы пока не знаем. Как ему мстить? Хорошо, давайте-ка мы будем с вами топать... Наверное, домой. Но я пока что, честно говоря, давайте вообще посмотрю, что у нас по заданиям. Ну да, понятное дело, что нам нужно повышение. Значит, этому мы помогли. Конкурентная среда. Понятно. Холодное блюдо. Он хочет омстить Леграну. Ему нужна помощь со сбором. Найти слабое место Леграна. Ну хорошо, почапали. Вообще, давайте так. Значит, будем все делать по очереди. Потому что если мы сейчас все будем делать в рассыпную, то это будня. А если нам надо пойти выспаться... Слушайте, а нас сейчас за талон-то не посадят? Я не знаю, есть ли смысл... Ух. Есть ли смысл сейчас идти с этим талоном? Хотя, наверное, инсулин надо достать. Детки же. Мы же должны деткам помочь. Ну посмотрим. Если нам сейчас хватит времени, пойдем в доки. Но я боюсь, что туда тоже часов пять, наверное, пилить. Ту-ду-ру-ту-ру-ту-ту-ду-ру. Как-то все это, знаете... А тут уже торговцы этого органами нет. Хе-хе. Я не знаю, сделали мы правильно или нет. Так, что у нас тут? Оплачивать нам что-то срочно нужно или нет? Давайте посмотрим. Три дня оплата прачечной. Ну давай прачечную оплатим. Мне такое складывается впечатление, что нам постоянно что-то подбрасывают. У нас осталось три часа. Сколько нужно порт три часа? Три часа. Как-то долговато. Ладно, давайте пойдем. Я думала сначала посидеть все-таки фильмы посмотреть. Ой, чувак, боюсь я как-то идти. Пойти в старый речный порт. Вы подходите к старому порту. Несколько лет назад пожар уничтожил большую его часть. Сохранился один причал, кирпичные склады и какие-то постройки за железной дорогой. И где-то здесь обосновался ученый, которому рассказал Ракович. Но как это Ракович? Ракович мы не знаем. Мне кажется, знаете, как крикнуть профессору, мне нужен инсулин. Пойти в сторону складов к барже путям. Ну на путях вряд ли склады. Не знаю. Знаете, обычно во всех таких гангстерских каких-то там фильмах на баржах они сидят каких-то старых. Давайте выберем, может быть, баржу. Давайте попробуем на барже. На берегу баржи вы видите чумазого мальчишку. Он с отсутствующим видом пинает камушки и явно что-то ждет. Заметив вас, парень начинает нервничать. Поговорить с мальчишком и с мальчишкой баржу... Ну зачем нам с мальчиком? Говорю, давайте баржу осматривать. Баржа похожа на ржавая корыта. Похоже, тут обосновались бездомные. В одной из кают вы находите топчан и кучу старых вещей. Ну, я думаю, что лучше мы осмотрим вещи. Единственная настоящая находка – пучок проводов, которые местные хозяева, видимо, хотели сдать на металлолом. Я заберу себе. И то, верно, зачем выбрасывать старые провода? Вдруг пригодятся? Наверное, мы с вами... Принутся смотреть баржу. Что, ржавая корыта? Да нет. Вернемся назад. Вернулись назад осмотреть баржу. Давай вернемся опять назад. Что у нас тут есть, профессор? Мы не будем. Склады, баржи, железнодорожные пути. Давай склады посмотрим. Кажется, заброшенные подойдя ближе, вы замечаете на земле свежие следы от шин. На заборе проход запрещен. Не-не-не-не-не-не-не-не, ребят, я не пойду. Знак вполне понятный, поэтому возвращать. Давайте железнодорожные пути уже осмотрим. Рельсы тянутся вглубь порта. Одна ветка ныряет в темный тоннель, а другая ведет к заброшенному Паггаузу. Временному складу, где когда-то загружали вагоны. Ну, хорошо, тоннель Паггауз. Идем к туннелю. Давайте посмотрим вот здесь. Подойти к Паггаузу. Несмотря на общее запустение, старое здание выглядит прилично. Окна целы, на стенах почти не видно надписи. Дверь закрыта на мощный замок. Попытаться взломать замок? Ну, давайте попытаемся. С увольным замком вы еще не сталкивались. Вам придется его открыть, поэтому вы возвращаетесь туда, откуда начали. Ну, мы можем пойти к туннелю. Вход в туннель закрыт тяжелыми воротами. Кто-то снял провода с пульта управления. Медь высоко ценится в пунктах приема. Руками... О, давайте провода подключим. Защита от дурака, при которой каждый провод можно воткнуть только в определенное гнездо, помогла вам оживить пульт. Лампочки загорелись, ворота шелохнулись и впустили вас в полумрак туннеля. Ой, божечки-кошечки, ребят. Может, не надо было нам идти туда? Пройдем в туннель. Дальняя часть туннеля была запечатана обвалом, но в боковом подсобном помещении горел свет. Там вы заставили... застали мужчину в годах с растрепанными седыми волосами. Он вас явно не ждал, но пытался не выдать страх. Старик пробормотал свое имя, пытаясь возмущаться. После короткого диалога стало понятно, что перед вами именно тот, кого вы искали. Химик, который проводит свои опыты вдали от министерства и университета. Вдалодно! Давайте попросим просто про инсулин. Вы рассказываете про детей, которые больны диабетом и умирают без инсулина, и предлагаете старику назначить цену за сохранившиеся препараты. Старик, не раздумывая, соглашается дать на доброе дело лекарства, которые хранятся на складе. По его словам, таких складов осталось меньше десятка. Это значит, что дети будут обеспечены лекарством хотя бы какое-то время. Вы можете сообщить Ракович... Ракович... Что поручение выполнено и договор заключен. Это не будет стоить ни копейки. Да ладно, ребят, мы молодцы, 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 огурцы, молодцы. Ладно, почапали. Телек уже не посмотрим, ничего мы с вами не поделаем. Ложимся спать. Блин, надо еще с Питером поговорить. Блин, ребята, мы же его маму отправили на верную... Ну, я надеюсь, что не на верную смерть. Потому что если нам сейчас Питер скажет, что... Ах ты поганец такой, мою маму убили из-за тебя. То я расстроюсь. Я действительно очень сильно расстроюсь, я бы этого не хотела. Я думаю, что и вы бы этого не хотели. Такс, ну что, заходим в министерство. Давайте начнем с Питера, потом пойдем к нашей Магде. Ну, алло, ку-ку, что такое? А, сначала нам нужно пройти. Это, наверное, нам сейчас такое ата-та тут устроит, если мы что-то принесем. Все, я чист. Я чистый. Так, это мы где? Нет, к Магде я пока не хочу. Подожди, Магда. А то мы сейчас опять про Питера забудем, будет обидно. Такс, блин, ну 11500. Где нам взять еще 4... 3,5, кстати. Мы можем их наработать. Я вот подумываю, что, может быть, нам наработать их. Питер? Ты че ржешь стоишь? Поговорить про долгах. Про долги. Я рассказала маме про тех людей, которые готовы были купить наши почки на внутреннем рынке. Она сказала, что сама пойдет, хотя я ее и отговаривал. И у нее вырезали почку, Эван. Врач сказал, что почка у мамы была с опухолью, и они вовремя успели. Так что они не только заплатили ей за почку, но еще и спасли ее. Да ладно, ребят, мы молодцы. Почку они, наверное, кому-то все равно пересадят. Не пропадать же добро. Спасибо тебе еще раз, Эван. Чего тебе? Проместь? Ну, я пока не знаю. Проместь у меня никаких идей нет. Я думаю, что мы сейчас поговорим с Раковичей. Я бы ее, конечно, квесты выполнила. Потому что, как бы, ну раз она нам, мне кажется, что это не последнее, то, что нам дает, если она нам уже два квеста дала, то наверняка, может, какую-то теплую одежду нужно будет собрать. Или еще что-то для детишек. Ну, мы же с вами люди. Мы же с вами должны им помогать. Нам, кстати, книжку какую-то дали. Давайте расскажем. Я сделал все, как вы просили. Все прошло хорошо? В целом, да, только этот ученый странный какой-то. Он гений, хоть и не признан нашей наукой. Вы уверены в нем? В наше время ни в ком нельзя быть уверенным. Надеюсь, что инсулин у него хороший. Потому что другого у меня все равно нет. Надеюсь, все будет хорошо. Если бы вы там побывали, то знали бы, что там не может ничего быть хорошего. Че вы так расстроены? На вас лица нет? Мне нужно мыло. Сколько? Много. Несколько ящиков. Последний раз в отделе снабжения что-то перепутали и прислали детям вместо мыла три ящика патронов. Теперь они могут застрелиться, но не могут встать с горшка, потому что в заведении эпидемия дезинтерии. Бергюсон арестован. На время расследования его терминал изъяли. Сделать запрос в отдел снабжения, чтобы они исправили свою ошибку, не получится. Я не знаю, где можно поставить мыло. Давайте предложим помощь. Я попробую найти поставщика. В магазине купить столько не получится. Не уверена, что там получится купить хоть сколько-то. Нужен человек, который может достать все, что угодно. Ну, у нас есть кто-то... Подождите, сюда вообще уже нельзя зайти? Или тут хоть кто-то есть? О, так, ребята, тут никого нет. Может, я тебе могу тут что-то пошаманить? Ай, блин, у тебя закрыто все. Ну, можно, конечно... Блин, даже не знаю, что с тобой... Что тебе предложить, мадам? Она нам, по-моему, кстати, потихонечку подбрасывает эти самые. Поэтому я думаю, что надо взяться за ее квесты. Такс, ну что? Я бы пошла... А, слушайте, что нам за книгу-то дали? Может, что-то полезное? Новый навык взлом сувальных замков. Слушайте, так нам, наверное, эти замки и надо. Не? Я, честно говоря, не уверена. Давай с Майком поговорим. Майк, что ты скажешь? Торговать. А, иностранные деньги. Да нет, мне не надо. Не хотите приобрести вещи? Поговорите о работе, калекурируем. Не, ребят, деньги мне не нужны. Да. Давайте, может, пойдем поработаем немножко. Ну, мне кажется, что это будет хороший такой вот вариантиц. Такс, здравствуйте. Кто тут у нас сидит? Мы, кстати, соточку получим. Ну, это, конечно, мы будем очень долго сидеть. Нам что-то пришло. Поделись сердцем. Хочешь помочь нашей великой родине улучшить свое материальное положение? Приходи в штаб программы, поделись сердцем, и ты сможешь отдать кровь, костный мозг, почки и другие органы. На благо страны. Органы пойдут на спасение наших доблестных солдат в госпиталях. Каждому донору выплачивается вознаграждение. Также у нас можно купить облигации государственных взаимов, помочь родине еще больше. О, блаженный сон. О, я это помню. Хорошо, давайте сейчас быстренько я хотя бы пять бланков успею обработать. Поработали мы с вами немножечко, получили немножко денег, получили немножко того-сего. Хорошо, значит, давайте-ка мы с вами сейчас отправимся домой. Что я предлагаю сделать? Отправимся домой, почитаем книжку, потому что, может быть, нам эти замки подойдут. Но я очень надеюсь. И тогда уже будем с вами отправляться. Мне кажется, что раз у нас не продает, и она так намекнула, знаете, типа, ой, у нашего же начальника-то уже нет. Что делать? То мы с вами спокойно можем пробраться в кабинет и немножечко там под шумочек так вот поменять, там что-то где-то переставить, там убрать лишнюю пачку бумаги, добавить парочку ящиков мыла. Слушайте, ну мы так хорошо с Питером сделали. Я так переживала, что, помните, с рогами и копытами у нас была беда. Так, что-то надо сейчас оплачивать срочно. Опять новый счет. Три новых счета? Да что, издеваетесь? Три дня? Ммм, пятьсот, сто, двести. Ну хорошо, восемьсот. Восемьсот монеток, ребята. Телевизор я пока смотреть не хочу. Побежали. Блин, ну это печально. Нас тупо лишают всех денег. Но нас сейчас больше волнует вот эта цифра. Читать шесть. Вот, ребят, мы с вами хорошо, что все. Мы с вами все прочитали. И у нас, кстати, есть три часа на этот самый, на телевизор. Поэтому давайте пойдем в телевизор посмотрим. И завтра посмотрим, получится ли нам с вами все-таки что-то с мылом решить. Так, смотри-ка, пожалуйста. Раз, два, три. Все, мы молодцы, друзья мои. Мы просто с вами молодцы. Надо будет еще что-то с детьми нашей этой самой красавицы сделать. Двадцатое число. Ладно, двигаемся, значит, на работу. Как вы думаете, поможет? К начальнику без стука? В смысле без стука? Начальника же вроде нет. Из какого стука? Подождите, только не говорите. А, я только хотела спросить, может, нам кого-то нового дали. Так, мы можем взломать. Вот это уже интересно. Вот это уже, друзья мои, интересно. А, биометрический сейф мы с вами нашли. Хорошо. А подождите, а взлом мы не можем пока сделать? Это плохо, друзья мои. Это очень и очень даже плохо. Слушайте, а может я все-таки не все книжки вычитала? Вот мне что-то подсказывает, что может мы не все вычитали. Давайте, наверное, сейчас этот день потратим на то, что мы вернемся домой. Вернемся домой, попытаемся посмотреть. Что-то мне подсказывает, может, если они все прочитали. Подождите, сейчас я хочу прочитать свой биометрический этот самый, а то мне вдруг откроем. Вы получили письмо. Я хочу попросить тебя прощения, Эван. Я был плохим отцом, меня не было рядом, когда ты нуждался во мне. Меня нет рядом и сейчас, когда ты оказался среди этого водоворота дерьма. Посреди грязи, завласть в ближнем круге. И ты оказался здесь из-за меня. Мои амбиции и неуместная эгоистичная жажда справедливости привели к тому, что твоя жизнь в опасности. Не строй иллюзий, сын. Министерство — это прореха в нормальности. Черная дыра, засасывающая твою душу и тянущая ее в центр бури. Обитель полностью извращенных представлений о добре и зле. И я прошу прощения ни за что, ни за то, что я натворил. Нет, я лишь надеюсь, что ты найдешь в себе силы простить меня за то, что по моей вине натворил ты. Или за то, что тебе придется натворить. Мне очень жаль. Ну, спасибо, блин. Так, мы собрали информацию. Ну да, мы собрали, конечно, не всю информацию, какую могли бы, но хоть что-то-то у нас есть. Блин, а где же нам с вами взять... Мы не можем, получается, взломать терминал Родина. Нам нечем взламывать. Может, блин, может, реально где-то у меня книжка была. Но сейчас посмотрим. По крайней мере, если мы сейчас пойдем, у нас есть 8.30. И мы как раз можем почитать ее. Потому что, помните, там примерно 6 часов дается на чтение. Ну, как говорится, плюс-минус. Хорошо. А что у нас здесь? Опять что-то уплачивать? Опять новый счет? Да вы что? Три. Аренда жилья. Ну, давай. Платить. Блин, у нас всего лишь 600 монеток остается. А вот и наш книжный шкафчик. Ну что? Давай посмотрим. Нам нужно Родину, да, вскрыть? Патриот. Новый навык ригельных замков. Терминал Патриот. Оплата водоснабжения. Новый навык экономии электричества. Сувальд. Слушайте, а у нас нету получается этой штуки. О, как печально. Печально, друзья мои. Но я думаю, что мы с вами продолжим играть. Продолжим спасать детишек уже в следующей серии. Поэтому, если вы хотите как можно быстрее узнать, что будет дальше, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже в новых сериях очень скоро. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok